Здравствуйте! Династия Ильиных насчитывает уже три поколения. Родоначальник династии Ильиных Адольф Алексеевич. Адольф Ильин родился 9 апреля 1923 года. Начинал как актер в Свердловском театре оперы и балета еще до войны, который прошел санитаром. В октябре 1942 года был награжден медалью за отвагу. За время своей службы Ильин вынес с поля боя 82 раненых человека. Когда закончилась Великая Отечественная, выучился на актера. В кино снимался не так часто, но персонажи его были весьма колоритны. Наиболее известная роль сыграл в фильмах «Очередной рейс», «Женя, Женечка и Катюша», «Длинный день», «Зеленый дом», «Строговы». Был дважды женат. Первая жена Зинаида Борисовна Ильина – врач-педиатр. В браке родились двое сыновей – Владимир и Александр, которые также пошли по стопам отца. С их матерью он развелся, когда дети были еще школьниками, но с сыновьями поддерживал добрые отношения. Они выросли за кулисами его театра. Всю оставшуюся жизнь прожил со второй женой – своей бывшей ученицей, актрисой Нелли Гуцов. Ее можно вспомнить про Олян в кинокартинах. Следствие ведут знатоки, маля в кинокомпании, дальнобойщики, даунхаус, желанное. Адольф Алексеевич ушел из жизни в возрасте 67 лет, 19 июля 1990 года, в Москве. Старший сын Владимир Ильин родился 16 ноября 1947 года. Владимир Ильин увлекался не только театром. В это не просто поверить, но он посещал балетную школу и занимался фигурным катанием. Дебютом в кино стала незначительная роль в фильме «Женя, Женечка и Катюша». Затем была роль часового мастера Петра Качкина в «Веселом холейдоскопе». Первая главная роль романа в мелодраме «Мой любимый клоун» досталась Ильину в 39 лет. Фильмография актера более 120 киноработ. Актер сыграл в таких фильмах, как «Авария дочь мента», «Минялы», «Стрелец неприкаянный», «Утомленные солнцем», «Королева Марго», «Марш Турецкого». Владимир Ильин очень востребованный актер. В 2019 году с его участием вышло 7 картин. «Воскресенье», «Семь ужинов», «Чернобыль», «Зона отчуждения», «Финал» и другие. Более трех десятков лет Владимир Ильин живет в браке с Зоей Пыльновой. Супруга актера когда-то тоже играла на сцене, но ушла со сцены и посвятила себя обеспечению надежного тыла для мужа. Чита Ильины глубоко верующие. Владимир с женой помогают людям, оказавшимся в беде, много жертвуют на восстановление и строительство храмов. Живут скромно и без излишеств. У супругов нет своих детей. Все попытки Зои выносить и родить ребенка оказались неудачными. Зато младший брат Александр с лихвой восполнил этот пробел. У него родилось три сына и все они стали актерами, продолжив династию. Александр Ильин-старший. Александр Адольфович Ильин родился 8 мая 1952 года. В 60-м году восьмилетний Александр исполнил эпизодические роли в кинолентах «Время летних отпусков» и «Коток и скрипка». В этот момент мальчик твердо решил пойти по стопам отца. Лихие девяностые стали рыбным временем для Александра Адольфовича. Он начал с трагикомедии «Сукины дети», снялся в иностранных фильмах «Битва трех королей», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чичонкина», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара». Впервые громко об актере заговорили после его появления в телевизионных передачах. Так, в сериале «Кухня» с 2013 по 2016 годы Ильин играл отца Насти, одной из главных героинь, заядлого любителям мяса, которая презирает стремление дочери к спасению животных. Линия этого персонажа продолжилась в отеле «Эллион». Счастливо женат на актрисе Татьяне Максаковой, которая и родила ему трех сыновей – Илью, Алексея и Александра. Несколько лет назад у Александра Адольфовича диагностировали онкологическое заболевание. Срочная операция помогла. Он ушел из театра, но продолжает сниматься в кино. В 2019 году вышел фильм с его участием «Адаптация 2». Старший сын Илья Ильин родился 26 февраля 1971 года. Первые роли в кино в карьере Ильи пришлись на первую половину 90-х годов прошлого века. Мелодраме «Мелочи жизни» актер сыграл роль мелкого воришки Максима по прозвищу Биг Мак. В боевике «Маэстро вор» сыграл сына художника Василия Белецкого. Затем в кинокарьере актера была длинная семилетняя пауза. На съемочную площадку Ильин вернулся в 2001-м, сыграв небольшие роли в драме «Воровка» и в мелодраме «Трое против всех». Более значительную роль Илье доверили в детективе-близнецы. Очень ярким получился образ Григория Загорулька в детективе «Фотограф». Свою первую главную роль в кино актер сыграл лишь в 2012 году в мелодраме «Серебристый звон ручья». В этом сериале Ильин играет Петра Никитина, городского парня, приехавшего в деревню, восстанавливать старинный дом своих родственников и местную церковь. С 2018 года Илью можно увидеть в образах следователя Зыкина, криминальной мелодраме «Динозавр» и Петренко в мелодраме «Чужая кровь». О делах личного характера, семейной жизни, хобби и увлечениях Илья Ильин предпочитает не говорить. Поэтому неизвестно, является он примерным семьянином или заядлым холостиком. Средний сын Алексей Ильин появился на свет 28 сентября 1980 года. Свою работу в кино актер начал с сериала «Мелочи жизни», где сыграл второстепенную роль хулигана по кличке Дуб. Затем молодой актер стал сниматься в молодежном сериале «Простые истины». В сериале «Кармелита» играет роль Макса. В фильмографии актера уже более 50 работ. Он сыграл в фильмах «Любимые женщины Казановы», «Собачья работа», «Прости меня, мама», «Безопасность» и другие. Алексей Ильин женат на актрисе Александре Мареевне. В 2015 году жена подарила актеру сына Федора. Один из последних проектов, в которых актер принимал участие – комедийный сериал «Любимцы». Младший сын Александр Ильин-младший родился 22 ноября 1983 года. Завоевал любовь поклонников после роли Семена Лобанова в рейтинговом сериале «Интерны». Александр Ильин-младший не только известный актер, но и музыкант, творящий хиты в стиле панк, вместе с друзьями из группы «План Ломоносова». Первую роль Саша получил еще в детстве, сыграв мальчика-посыльного в телевизионном сериале «Мелочи жизни». И только через пять лет Александр согласился сняться в «Шизофрении». В 1999 году он посвятил свое время молодежному сериалу «Простые истины», где молодому актеру досталась роль Жени Смирнова. Пять лет потребовалось на учебу, и в 2004 году была сыграна третья роль в сериале «Курсанты». Хотя на сегодняшний день в фильмографии актера 39 работ – это роли в фильмах «Дикое поле», «Ни шагу назад», но зрители воспринимают Александра Ильина-младшего исключительно как Семена Лобанова из «Интерна». Среди последних проектов в фильмографии Александра числятся криминальный фильм «Переводчик», «Время первых», «Форс-мажор», «Легенда о Калаврате». Долгое время артист скрывал личную жизнь. Позднее стало известно, что в течение 10 лет Александр встречался с девушкой по имени Юлия. Они познакомились еще будучи детьми. Дача родителей избранницы актера находилась недалеко от участка Ильины. Она младше артиста на 6 лет, работает пиар-специалистом. Одно время увлекалась чирлидингом и даже была чемпионкой Европы и мира. В 2018 году артист огорошил поклонников заявлением о своем отцовстве. В начале весны гражданская жена Юлия родила актеру сына Александра. Желаем всем Ильиным дальнейших творческих успехов! Спасибо. 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 Спасибо.